Короткая тема. Я ее уже выставлял более длинной, но сейчас решил вычленить. У нас в синагоге недавно произошло два таких казуса, связанных с тем, что кто-то не хотел, чтобы в нашей группе присутствовал нееврей. Эта тема достойна целой книги, но здесь я решил вычленить самую такую серьезную момент этого процесса. Знаете, есть понятие case study, то есть когда без конкретики ты извлекаешь глобальный смысл. Так вот, исторически за последнее время у нас было два кейса, и они очень отличались и дают нам два хороших прецедента. Первый, это был молодой человек, который уже больше года ходит к нам, и он очень тихо сидит себе в уголке, слушает, наслаждается, улыбается. Если его просишь, он всем помогает, там бесплатно много чего ремонтирует. В общем, такой праведник народов мира, которому приятно чувствовать себя частью чего-то богоугодного, будучи при этом не евреем. При этом все его, большинство его любило, и это было как бы приятное и ненавязчивое знакомство. Второй кейс противоположный. Как-то к нам пришла дама, такая очень яркая, бизнес-леди, такая, видно, что очень успешная, с таким заметным эффектом присутствия, и ее тоже кто-то пытался не пустить или выгнать, в общем, неважно. И, тем не менее, она, слава Богу, дошла после молитвы и трапезы на мой урок, и на уроке произошло совершенно потрясающее преображение. Как сказала эта дама, что у нее тесть, то есть папа ее мужа, Равин был. Понятно, что изначально папа Равин вряд ли радовался, что сын женится на невреке, но, тем не менее, евреи люди, которые, в конце концов, смиряются с тем, что есть. И она рассказывала, что она регулярно, пока выложил тесть, с ним вступала в интересные дискуссии. Но дискуссии не в смысле спора, а в смысле понять и задать вопросы. И я охотно верю, что она мне, ну, как бы, ей... Она говорила, что ее тесть очень любил с ней разговаривать, потому что, когда она ему задавала вопросы, это было очень живо. И, объясняя ей, он говорил, что я сам лучше понимаю, потому что ты задаешь те свежие интересные вопросы, и ты очень оживляешь мое понимание в виде диалога, который ты инициируешь своими интересными вопросами. Соответственно, посмотрим, как бы, в сравнении эти два кейса. Первый кейс – это, значит, парень молодой, скромный, которому было просто приятно соприсутствовать среди нас. Второй – это яркая дама, такая бизнес-леди, которая не просто присутствовала, а стала центром, так сказать, вдохновения всего процесса. И если до этого там мы сидели, там наши тетеньки там слушали или задавали какие-то такие вопросы токсичные, и это выглядело как-то не очень живо, ну, по крайней мере, в последнее время, то в присутствии этой дамы урок растянулся там чуть ли в два раза дольше, и никто не хотел уходить. И ее вопросы были действительно очень интересные, я отвечаю, ей впечатлился, и действительно для меня это был очень хороший такой бенефис меня в ответах на вопросы этой дамы. Соответственно, мы видим две роли. При этом первая роль, она как бы, то есть это такой пассивный, хороший член группы, который ему приятно чувствовать себя среди людей хороших, вот, при этом он как бы ничем не выделяется, но всем приятно, что он есть, то есть мы как бы даже не особо задумываемся, но если подумать, то мы должны гордиться, что вот люди, которые, в общем-то, не евреи, оценили приятность, в то время как куча евреев не хочет там ходить, там, как один девушка завел, я так все знаю, на лице было написано, что такое совковое циничное пренебрежение нашей традиции. Вот этот мальчик, он, соответственно, проникся, впечатлился и радовался, и, может быть, мы многие, некоторые его не замечали, но когда по инициативе там некой дамы его, мы там попросили его на какое-то время не приходить, остальные почувствовали, да, что вот был хороший мальчик, приятный, и как бы было неплохо, что он был. Это как бы один кейс такой пассивный, а второй кейс действительно, когда это не просто слушатель, но и активный инициатор более живого общения, то есть такой пробудитель или, как по-научному говорят, катализатор, который действительно инициативу берет в свои руки, и благодаря ей урок получился живой, и я охотно верю покойному тестю, который говорил, что ее дискуссия с ней, она оживляет и задает тон. Подведя итоги, стоит сказать, что эти оба примера — это хорошие ролевые модели для приглашения в группу аутсайдера, в смысле не сзади, а который сбоку, то есть который не член общины, то есть не мембера. Вот, в обеих случаях эти люди, то есть при этом надо понять, что могут быть противоположные случаи, когда пришло общество памяти и сказало, что вот чем вы тут занимаетесь. Был у меня один такой кейс, когда с улицы вдруг забрел какой-то очень злобный мужик, и сидя в синагоге просто громко какую-то чушь нес о том, что все козлы и прочее, и выгнать его было тяжело, потому что, ну, сидят такие интеллигентные люди, вот тут пришел такой амбал, и просто тупо и громко несет какой-то грязным ртом муть, вот. И, в общем, какой-то момент он, слава богу, сам ушел, потому что хотел всю полицию вызывать, вот. И мы должны понимать, как бы, да, что как бы могут быть разные варианты, вот. И по контрасту или там придет толпа просто молча сидящих, которые займут себя места и пассивных, но при этом евреи будут чувствовать себя в меньшинстве. Поэтому нужно иметь в виду, что есть там много вариантов токсичных или деструктивных, но Всевышний специально дал нам два примера очень продуктивных, красивых вариантов, и они стали более мне осознанны благодаря тому, что кто-то по не очень большому основанию пытался их, так сказать, выгнать этих нееврейских членов из нашей группы, вот. Но в итоге как бы получилось вот этот самый наш мини-урок, в котором мы за пять минут поняли, что такое хорошо и что такое плохо. Поэтому в целом, действительно, если к вам приходит человек, которому, который там меньшинство, знаете, то есть евреи там меньшинство среди неевреев, если внутри евреев есть еще нееврейское меньшинство, которое хочет присоединиться, вот, то флаг в руки, мы должны, наоборот, гордиться, что мы избираем, притягиваем лучших из неевреев. Парень действительно лучший, то есть он очень умный, он увлекается много чем и с разных сторон и ходит на еще несколько раввинов. И это действительно пример того, как мы притягиваем лучших из неевреев, чтобы они тоже через нас приобщались и не только через нас и становились лучшими представителями народов мира. А второй КС, это когда нам дарит Всевышний оживление, то есть когда приходит человек, и не просто ему приятно сам присутствовать, а он своими способностями, талантами оживляет группу, которая, в общем-то, иногда как бы чувствует себя уже пятертой и как бы рутинной. И тут, значит, свежий человек как бы приходит и задает свежее оживление и такое формат, он действительно всех порадовал. И в конце концов мы, так сказать, с помощью вот моей сегодняшней мини-презентации можем это донести до остальных, чтобы мы понимали, к чему нам стремиться и что такое хорошо, что такое плохо.